Всем привет! Мне понадобились для опытов вентиля под термоголовку и я что-то начал смотреть. Оказалось, что проходное сечение пропускная способность вообще никакая у прямого, в частности, вентиля. То есть я сначала купил прямой, специально трехчетвертной. Думал для коллектора трехчетвертного теплого пола использовать для управления частью контуров. А оказалось, что у него пропускная способность вообще ни о чем. Короче, подумал, что это и фирма, и вина. Пошел в магазин, посмотрел овентроп, посмотрел валтек. Точно такие же проходы. Давайте я сейчас через фонарик попробую показать. Пропускная способность. Вот она, шириной где-то миллиметр, может полтора. И вот длина у него, там, миллиметра три. Вот так вот. То есть трехчетвертной вентиль, а прохода вообще нет. Вообще. Короче, подумал, может все-таки угловой будет хорошо проходить, потому что шток идет сверху вниз. И оказалось действительно, правда, то есть у углового, вот полдюймового, то есть вот это трехчетвертной, вот это полдюймовый, у полдюймового углового вентиля проход больше и больше, причем гораздо вот так вот по всему периметру. Ну, блин, как бы вам показать. По всему периметру хороший проход. Больше даже, чем у регулировочного вентиля радиаторного. Вот так вот, ребят. Так что, если будете использовать вентиля под термоголовку или под сервопривода, то только угловые, прямые, ни в коем случае не берите. Это вообще, это засада. Почему кто-то говорит, что плохо у них там работают там радиаторы, плохо перегревают, подача там неправильная. Это просто пропускная способность, просто ужасная. И вот если у вас стояковая система, даже вот смотрите, вот если прямой будет стояковая система, да, байпас где-то в квартире, а проходная способность вообще никакая, смысл от нее. Поэтому, и даже если будет стояковая система, где-то байпас стальная, там все, лучше поставить угловой вентиль. Вот так пусть ходит радиатор. И вот так вот через отвод в стояк. И сопротивление будет гораздо, блин, в разы ниже. То есть, вот у полдюймового проход больше, чем у трехчетвертного, раза в четыре сейчас. А у полдюймового, у полдюймового, там разница будет раз, я не знаю во сколько, раз в восемь, в семь. Вот такое видео, ребят. Спасибо большое за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки. Новым зрителям подписывайтесь. Дальше будет только круче. Всем пока.